Говорят, ходить по воде это чудо. Иисус Христос ходил по воде для того, чтобы продемонстрировать ученикам свою божественность, что впоследствии стало популярным сюжетом для христианских икон, мозаик, фресок и витражей. Однако живая природа подсказывает, что существа поменьше размером не нуждаются в чуде, чтобы повторить этот трюк. Водомерки – занимательнейшие существа, ловко прыгающие по поверхности наших водоемов. Это самый известный пример, наиболее приспособленный к подобному образу жизни, но тем не менее далеко не единственный. Например, существуют пауки, также способные ходить по воде. Причем некоторые виды из Австралии и Южной Америки настолько хорошо приспособились к такому способу передвижения, что начали охотиться на рыбу. Наши, впрочем, ограничиваются насекомыми, упавшими в воду. Как же им удается совершать подобное чудо? Как они держатся на поверхности? Поговорим об этом в данном видео. Водомерки – это группа хищных клопов, состоящая примерно из 1700 видов. Причем около 10% видов бегает по поверхностям соленых вод морей и океанов. Таким образом, это единственные насекомые, сумевшие покорить открытый океан. Наши пресноводные виды предпочитают в основном стоячие или медленно текущие воды. Хотя существуют и те, кто приспособился к жизни в реках с быстрым течением. Водомерки являются активными хищниками. Они питаются, в первую очередь, наземными насекомыми, упавшими на поверхность воды, а также всплывшими со дна, такими как, например, подплывшие к поверхности куколки комаров и сами комары в момент вылета. В данном случае вы видите, как водомерка подхватила своим хоботком маленькую плю. Если существо окажется чуть покрупнее, в ход также пойдут передние ножки, использующиеся для хватания и удержания добычи. Кроме того, передние ножки могут использоваться для улавливания колебаний воды, создаваемых упавшей в воду жертвой. А вот средняя и задняя пара ног широко расставлены в стороны и участвуют в удержании на поверхности. При движении ноги каждой пары заносятся в вперед одновременно, а силы толчка может хватить даже для прыжка над поверхностью, что позволяет преодолевать небольшие преграды. Впрочем, если преграда окажется непреодолимой, взрослая водомерка всегда сможет расправить крылья и перелететь. А в случае пересыхания основных водоемов, крылатые взрослые особи могут улетать на километры в поисках новых подходящих мест обитания. Для того, чтобы понять принцип работы ножек, в первую очередь стоит вспомнить из курса физики, что такое поверхностное натяжение. Вот эти округлые капельки воды своей формой лучше всего демонстрируют данный эффект. В жидкости сила поверхностного натяжения действует так, что стремится уменьшить поверхность жидкости до минимума. В том месте, где она соприкасается с газом, с другой жидкостью или с твердым телом. В идеале получается шарик. Чем меньше капелька воды, тем ближе она к шарику. Но поскольку в условиях Земли есть и другие явления, действующие на воду, прежде всего гравитация, с увеличением объема воды капля становится все более плоской. Тем не менее, в любом объеме, будь то хоть чашка с водой, хоть океан, поверхностное натяжение продолжает действовать на границе воды и воздуха. Водная пленка сопротивляется попыткам исказить ее, выталкивая достаточно мелкие объекты на поверхность. Это легко продемонстрировать следующим опытом. Металлические объекты, такие как скрепка, булавка и даже монета, явно обладающие большей плотностью, чем вода, тем не менее способны плавать, если их достаточно аккуратно разместить на поверхности. Силы поверхностного натяжения вполне хватает, чтобы выталкивать объекты, не позволяя растягивать ими водную пленку. Но стоит только помочь, придав сверху дополнительное усилие, как объекты неизбежно потонут. По большому счету, мелкие наземные насекомые, упавшие в воду, не тонут тоже во многом за счет поверхностного натяжения, только никак не могут управлять этим процессом. Но если на пути им не встретятся водомерки и другие хищники, течение рано или поздно может прибить их к берегу и помочь спастись. А вот водомерки еще и научились управлять своим положением над водой. Тело и кончики ног насекомого покрыты тысячами мелких волосков. Каждый волосок покрыт водоотталкивающим воском. Они задерживают воздух, благодаря чему образуется воздушная подушка. Когда ноги давят на воду, подушка оказывает заметное сопротивление, позволяя легко скользить по поверхности. Средние ноги чуть-чуть длиннее и выполняют основную роль в отталкивании, создавая своеобразное прыгающее скольжение. Задние ноги больше используются для управления движением, выполняя роль руля. Ноги удивительные и, разумеется, требуют постоянного ухода. Поэтому водомерка регулярно занимается их очисткой. У наших пауков, также способных передвигаться по поверхности водоемов, ноги не столь совершенны. Они не конкуренты водомеркам. Если присмотреться, можно увидеть, как водяная пленка довольно сильно натягивается под лапками. Но все же не рвется и держит достаточно хорошо, чтобы ногами получалось отталкиваться. Вполне достаточно, чтобы при необходимости подбежать к упавшей в воду мухе, которая совсем не умеет отталкиваться и остается на одном месте. Вот так небольшие насекомые и пауки смогли покорить довольно неожиданную среду обитания, а заодно стать живым свидетельством некоторых законов физики. Если вам понравилось данное видео, не забудьте поддержать автора подпиской на канал, а ролик лайками и комментариями. Добра и удачи, дорогие друзья! Субтитры создавал DimaTorzok